здравствуйте дамы и господа приветствуем вас на mobius autumn 2022 и сейчас android разработчик из вк григорий шимичев расскажет вам про то а что же быстрее плане производительности классический android view или jetpack compose я владислав курьев из компании cft буду ему сегодня помогать с докладом озвучить ваши вопросы возможно там какие-то свои удобные и не очень гриша привет и прежде чем гриша начнет я хочу напомнить несколько основных моментов которые касаются сегодняшнего эфира первое что вы можете задавать свои вопросы в чате и кроме того оценить доклад самом конце вот и после того как доклад закончится не переживайте будет сессия вопросов и ответов которые начнется сразу же по его завершению что ж не будем ходить вокруг да около и я передаю слово гриша гриша покажи же нам тоже победил в этой эпической битве сравнение производительности большое спасибо влад всем привет меня зовут гриша сегодня вам расскажу про перформанс сравнение перформанс android view против композ немного о себе меня зовут гриша вот работаю сейчас в к делаю клиент облако mail.ru под android вот в том числе пишу фичи на композе в продакшн то есть я не хейтер композа мне нравится писать на композе здесь мы рассматриваем исключительно перформанс вот содержание доклада сначала поговорим в целом по по поводу сравнения композа и android view далее проведем замеры производительности расскажу о том как я их проводил вот далее будут результаты этих замеров и некоторые выводы вот в чем вообще принципиальной разницы между композом и android view какие вообще плюсы у композа на композе композ активно поддерживается гуглом множество материалов для обучения множество различных конференций множество соревнований от гугла с крутыми призами то есть google вкладывается в это и считает что круто писать под android на композе на композе можно делать кросс-платформу то есть это пока что в бете но можно писать и под windows и под ios возможно когда-то можно будет писать то есть все равно некоторые плюс по сравнению с android view в целом это глоток свежего воздуха многим уже надоело писать эти xml либо ваши вью если вы пишете с помощью dsl но все равно многие от этого устали интересно попробовать декларативный подход интересно попробовать в целом что новое удобно удобный api для работы с анимациями и написания собственных компонентов и в целом скорость написания кода выше на композе как показывают опросы и вот по моему собственному впечатлению это по поводу простоты работы с композом рецептирую можете себе представить что что такое рецептирую это там несколько классов сотня строк кода на композе это выглядит так с точки зрения скорости разработки выглядит вообще супер круто вот по поводу минусов композа это все-таки еще не стандарт индустрии если вы хотите там устраиваться на новую работу скажем скорее всего вам придется писать на вьюшку редко где сейчас продакшен используется композ композ ферст скажем композ я так понимаю так или иначе ноги затаскивают но композ ферст приложение все-таки мало еще на рынке могут возникать проблемы свои тестами мы например используем в компании коспресса у коспресса есть саппорт композа появился не так давно сидим бывают какие-то сложности возникают вот дальше по поводу вот проблем с произведительностью которые будут в этом докладе раскрыто тоже могут возникать тоже вот судя там по опросу разработчиков по моему личному впечатлению действительно возникают проблемы с произведительностью в списках скажем с анимациями бывают проблемы вот и придется осваивать декларативную я и кому-то это плюс кому-то это минус то есть если вы хотите что-то попробовать вам это плюс если вы ленитесь то вам это минус конечно по поводу android view это стандарт индустрии то есть в любом случае это нужно стать с этим нужно уметь работать множество готовых библиотек и компонентов скажем я использовал в рамках доклада группе адаптер для написания ресайклера удобная библиотека готовая за тебя там уже под капотом сделали дефутил вот и множество подобных примеров готовых библиотек вот и меньше проблем с июй тестами и производительностью минус android view это неудобный api для работы с анимациями и сложность разработка кастом view если вам приходилось когда-то писать кастом на view а еще и на jaya то увидели кучу конструкторов вряд ли вам если вы к этому привыкли наверное окей но в целом там для стороннего разработчика который думает переходить в android мир выглядит не очень красиво и круто вот и скорость написания кода по сравнению с композом все-таки на композе получается писать быстрее вот по поводу опроса который уже упоминал я провел опроса андроид разработчиков в вк-шном чатике во внутреннем android разработчиков и в android declarative telegram чате было три вопроса как вы оцените удобство разработки интерфейсов на композе как вы оцените скорость разработки на композе и что вы думаете по поводу перформанса схожих условиях между android view и композом на первый вопрос получил вот такие вот ответа то есть в целом люди считают что на композе писать удобно то есть много десяток много девяток то есть ну есть те кому мне понравилось совсем но и все-таки меньшинство и в целом люди довольны удобства на разработки на композе по поводу скорости разработки в целом то же самое озарачивающие ситуация что на композе писать получается быстрее я и он тоже согласен на своем личном опыте, на композе действительно получается писать быстро. Но по поводу перформанса, всякий раз, когда речь заходит о композе, все показывают о том, как круто выглядит лазиколм или там лазеро, как там круто написать собственную анимацию быстро, но вопрос с перформансом часто выпускают из виду, но даже по опросу среди разработчиков поставили оценку. Средняя оценка 4 из 10 и много единиц. Там еще у меня был подпунктик раскрыть впечатлениями, раскрыть какие-то cool stories по работе с композом, и многие рассказывают о том, что viewpager лагает или там лазиколм лагает по сравнению с ресайкером, анимации, бывает, как-то тормозят у людей. То есть с перформансом все не так гладко. И перейдем к перформансу. По замерам производительности. Я проводил замеры производительности с помощью библиотеки MacroBenchmark. Это библиотека от Google, которая как раз-таки направлена на измерение производительности приложений. Ее можно легко интегрировать в приложение, просто в студии нажимаете new module, и здесь вот прям модуль benchmark, просто добавляете в приложение. Рассматривал в своих тестах две метрики. Это startup timing metric и frame timing metric. Startup timing metric показывает время от получения интента до адресовки первого кадра. Frame timing metric показывает время, затраченное на адресовку кадра с распределением по перцентилям. Вот так эта метрика выглядит в студии. Так выглядит report. Он еще может генериться, кстати, в виде JSON, но вы можете это интегрировать в CI, либо увидеть просто в output окошке в студии. Вот так выглядит report frame timing metric. Вот здесь как раз-таки мы рассматриваем frame duration CPU. Frame overrun я не рассматриваю, потому что эта метрика доступна только с Android 12+, кажется. Так как у меня был один из девайсов для тестирования Android 10, эту метрику я не рассматривал. Рассматривал только frame duration CPU, которая есть примерно на всех девайсах, которые поддерживают Macro Benchmark. Результаты тестов. Первый экран – это constraint layout, что на Compose, что на Android View. Слышал, что с constraint layout есть проблемы на Compose. Здесь это тоже видно. Я здесь замеряю разницу именно frame duration CPU, потому что это как раз-таки просадка FPS, которая заметна пользователю. довольно такая показательная метрика. Разница на пикселе, на производителе устройства 188%, но тем не менее какой-то лютой жести нет. Это статичный экран. Пользователь не заметит этой просадки, но разница существенная. На менее производительной Motorola разница тоже есть, не такая существенная, но она есть. Не в пользу Compose. Спойлер, вообще будет еще три экрана, и ни на одном экране Compose не будет быстрее. Нигде. Базовая анимация. Здесь я генерю 500 шариков, 500 синих шариков и стыкаю их в случайное место на экране. Делаю это на Compose, делаю это на Android View. Разница на пикселе несущественная. Ну, пиксель седьмой, последний, быстрый. Но на девайсе послабже, Motorola G8+, с десятым Android, разница в 10 раз. То есть буквально физически телефон накрывается, и ему тяжело с этим работать. Вертикальный список. Здесь я использовал в группе Adapter, как я уже упоминал, для Android View. Для Compose я использовал Lazy Call. Здесь просто генерация ячейки рандомного цвета и название цвета по центру пишется. Разница довольно существенная. То есть 133% в случае пикселя, 165% в случае Motorola. Списки работают все-таки несколько медленнее на Compose. И анимированный крит, это самое сложное, что есть. Самый сложный бичварк, который мне удалось написать. Здесь генерится 8 рядов звездочек, которые мигают. Альфа меняется потихоньку. И обратно возвращается. Здесь разница производительности очень высокая. Я использовал для написания этого списка Grid Layout Manager и группе Adapter на Android View и Lazy Grid в Compose. На пикселе разница 8 раз, на Motorola в 35. Очень большая разница. То есть какие-то сложные экраны на Compose могут лагать. По поводу выводов. Какие можно сделать выводы из этого всего. Compose – интересная технология. Ее, в принципе, уже можно тащить в продакшн. Разработчики отмечают, что на ней действительно удобнее писать код, быстрее писать код. За себя могу сказать, что когда приходится писать фичи на Compose, ты тем более мотивирован, потому что прикольно использовать новые технологии, прикольно писать, программировать в декларативном стиле. Но есть нюансы. Все-таки лучше начинать интеграцию Compose с легковесных экранов, с каких-то онбордингов, с каких-то там About Us, может быть, с экрана авторизации, с UI-кита, подготовить там ваше приложение к интеграции Compose потихоньку. То есть какие-то кнопочки наверстать, какие-то формочки наверстать. И инфраструктура. Подготовиться к тому, что вам придется писать UI-тесты, в том числе на Compose, чтобы это не было для вас откровением, что это отдельно нужно затаскивать. Могут возникать проблемы с производительностью, особенно на старых девайсах. То есть отмечали вот ребята в вопросе, и в моих замерах можно заметить, что проблемы возникают с LazyColumn, проблемы возникают с LazyGrid. Эти проблемы часто незаметны пользователю на сильном устройстве. Возможно, у вас тоже некоторый байс присутствует. Я так понимаю, большинство разработчиков все-таки ходят с довольно сильными устройствами. И если вы там тестируете свое приложение, написанное на Compose, что вы делаете наверняка на релизных сборках, потому что эти важные лагают. Можно не обратить на это внимание, но если вы возьмете какой-то девайс по-младше, прям вот заметно на каких-то таких серьезных экранах с кучей анимаций, что на Compose просто пока медленнее. Для написания сложных экранов, если уж вы беретесь переписывать какой-то там, не знаю, экран галереи или еще что-то такое серьезное со списком, с кучей анимаций, нужно изучить best practice. То есть в LazyColumn есть там аналог, например, дефутилов. Можно индексы указывать и не делать рекомпозицию элементов, которые уже были нарисованы. Можно использовать эти фишечки Compose, которые Google рекомендует, в плане передавать лямбды в функции, чтобы тоже лишний раз не вызывалась рекомпозиция. И в рамках исследований получилось, что на производительном девайсе, на седьмом пикселе, в среднем Vue быстрее на этих четырех экранах на 282%, ну, Android Vue я имею в виду, а на менее производительном девайсе, на старой моторолке с десятым Android, Vue оказались быстрее в 11 раз. Это прям заметно для пользователя. Экраны были, конечно, не самые стандартные. Были там экраны с кучей анимаций, с огромными списками. Вряд ли такие экраны есть у вас в продакшене, но тем не менее, как бенчмарк, вот такой вот результат получился. Я благодарю вас за внимание. Вы можете ознакомиться с сэмплами, которые я показывал на моем гитхабе. Здесь есть QR-код, здесь есть ссылочка на гитхаб. На этом у меня все. Все, спасибо. Спасибо огромное, Гриша, за то, что сделал все эти замеры и представил их публике. Так, и у нас еще есть некоторое время, я считаю, что можно озвучить, кстати, пару вопросов, которые были заданы зрителями. Итак, возможно, что ты это озвучил, но я тоже, кстати говоря, не акцентировал их внимание. В общем, а замеры у тебя были на релизном билде с R8? Да, у меня были замеры на релизном билде с R8. Также замеры были на холодном старте. То есть macro-бенчмарк позволяет все замеры как на холодном старте, так на теплом старте, так на hot-старте. Все замеры на холод-старте, на релизном сборке. Хорошо, спасибо, что ты ответил. Вопрос задавал Дмитрий Берников. И второй еще вопрос. Правильно ли, вот задает его Денис Глазков, правильно ли, что раз Compose настолько менее производительный, значит, он еще и расходует более интенсивно заряд устройства? Да, конечно, это так. Потому что буквально банально, устройству требуется больше производительной мощности на то, чтобы отрисовывать экраны. Да, это так. Но тут дело в чем? В том, что если вы пишете какие-то такие простенькие экраны на Compose, разница не столь существенная, как на огромных гридах с анимацией. То есть это действительно так, но вряд ли это будет заметно, если у вас простые экраны на Compose. Вот так. Ну и плюс, к сожалению, производители не стремятся увеличивать количество заряда в основном. Так, что ж, вопросы основные заданы. Гриша, огромное тебе спасибо за доклад. Господа и дамы, вывод, к сожалению, что пока что классические Vue, они, может быть, чуточку хуже в производительности в плане производства, именно со стороны разработки, но именно в плане производительности на устройствах они, к сожалению, отправляют Compose в нокаут пока что. Так, а теперь я всех приглашаю в дискуссионную зону, где можно дальше задать вопросы Грише, в том числе и вслух. Всем большое спасибо за внимание. Грише, огромное спасибо тебе за доклад. И напоминаю, что доклад можно оценить по его окончании. Да, всем спасибо. Приходите в дискуссию. Обсудим Compose против Android Vue.